В столице Чувашии подвели итоги социально-экономического развития за первые полгода. В каких направлениях работы преуспели, на что необходимо обратить внимание и где форсировать темпы, обсудили расширенным составом с участием членов Кабинета Министров и председателя Госсовета Чувашии. О некоторых цифрах далее в выпуске. Индекс промышленного производства составил 110%. Большая часть предприятий увеличили объемом. Средняя заработная плата выросла на 8% и превысила 28,5 тысяч рублей. Снизился уровень безработицы. Увеличились налоговые поступления в бюджет во многом благодаря оживлению работы на предприятиях концерна-тракторные заводы. В то же время спад производства регистрируется на отдельных предприятиях легкой промышленности и строительной отрасли. В последнем случае из-за падения спроса на жилье. Под пристальным вниманием правительства республики реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Председатель счетной палаты Светлана Арестова отметила, при проведении аукционов необходимо тщательно оформлять документацию, чтобы конкурсные процедуры были более эффективны. Тем не менее, оставшиеся 984 семьи будут переселены в этом году. Серьезную озабоченность вызывают и несостоявшиеся аукционы на рекультивацию пехтулинской свалки. Поступление собственных доходов в бюджете на 2017 год запланировано со снижением к уровню 2014. Между тем, налоговый потенциал у города огромный, отметила министр финансов Светлана Янилина. Необходимо активнее работать с организациями и предпринимателями в части уплаты налогов, создания дополнительных рабочих мест, легализации серой занятости. Обсудили перспективы развития столицы и выполнения программ. В городе реализуются 14 масштабных проектов. Подробнее об этом на следующей неделе в программе «Республика». Один миллиард.